Луи Фердинанд де Туш. Селин. Путешествие на край ночи. Читает Борис Петров. Перевод Эльзы Триале. Вступление. Марсель Эме. Легенда правды о Селине. Вокруг личности Селина создалась вредная легенда, в которой частично повинен он сам, ибо не предпринимал ничего, чтобы ее разрушить, и ему даже нравилось поддерживать ее. Это легенда о человеке грубом, злобном, безжалостном в проявлении своей ненависти и в своей неприязни к людям. Это также легенда о склонном к анархизму, разрушителе и пессимисте, упивающемся отчаянием. Хотя, видимости, тогда ее подтверждали, подобная легенда совершенно далека от правды. Селин, разумеется, не был человеком покладистым или тем, кто легко забывал о причиненном ему вреде. Прощение зла, прощение обид не имели для него никакого смысла. Он мог чтение жизни, достигать того, что не обращал на них внимания, но он о них не забывал. В его глазах прощение было, если и не негативным, то, по крайней мере, не имеющим значения поступком, который не мешал злу существовать, а врагу оставаться опасным. На людей событий он реагировал мужественно, свободно, ничего не принося жертву прописям морали, считая, что одна из первых обязанностей человека заключается в умении постоять за себя. С его точки зрения, это был долг, от которого не только зависела гордость личности, но и ее физическое и нравственное спасение. Ибо спрашивается, каким образом человек, не обладающий здоровыми защитными рефлексами против своих врагов, сумеет защититься от общества и прежде всего от самого себя. Вот почему в своей жизни, как и в своем творчестве, Селин чаще всего разоблачал эту самость как наиболее грозного недруга человека. Что касается его суждений, его литературных, политических и прочих взглядов, а, правде говоря, политика, в которой он видел некую изменчивую, незменную органическую материю, некое подчинение общества его же собственным отбросам, интересовало его весьма мало. То есть здесь он тоже обнаруживал большую бойцовскую силу и не принадлежал к тем людям, что делят грушу на две половинки, чтобы доставить удовольствие собеседнику, пусть даже тот его друг. Этот сильный нравственный характер способствовал развитию у него великодушия в чувствах, которые истолкователи совсем не выявили в его творчестве, хотя оно обнаруживает себя на протяжении всей его жизни. Он любил дружбу и всегда проявлял редкую верность в своих привязанностях. За то время, что он занимался врачебной практикой, которая оказала столь большое воздействие на его литературное творчество, он до конца своей жизни воплощал замечательную преданность профессии и бескорыстие. Последние годы он действительно открыл в своем доме в Медоне врачебный кабинет, хотя не ради выгоды, а больше ради того, чтобы снова заняться медициной. Можно завязать с медициной контакт, который не был бы чисто книжным. К нему приходили бедные пациенты, с которых он никогда не решался брать плату и которым сам покупал лекарства. Нет, Селин не был жестокосердным человеком, совсем наоборот. И той великой нежности, которую он совершенно естественно питал к детям и животным, достаточно, чтобы подтвердить это. Селина неистово прикалит за его антисемитизм, а это очень несправедливо. Воспитываемый родителями антисемитами, противниками Дрейфуса, вечно недовольными мелкими коммерсантами, для кого евреи были не столько воплощением зла, а скорее опасными конкурентами, угрожающими отнять у них заработок. Селин вырос в атмосфере злобы против евреев. В порядке вещей, что он пропитался этой злобой и тоже стал антисемитом. Я не понимаю, почему ему вменяют это в преступление. Если родители евреи воспитывают своих детей в духе ограниченного расизма, то они ведь тоже создают взрослых расистов. Каждый человек обусловлен своим воспитанием, средой, где протекло его детство, а также и другими факторами. И мы почти так же не выбираем свое убеждение, как не выбираем мы свой пол. Хорошо, — возразят нам, — Селин был антисемитом, но зачем ему надо было кричать об этом во всеуслышании? Пусть так, но, следуя этой логике, пришлось бы задать также себе вопрос, зачем ему надо было писать. Боюсь, что его биографы и комментаторы, по крайней мере, в ближайшее время будут представлять себе Селина и судить о нем по автопортрету, который он пожелал сделать в своих интервью и разговорах с писателями в те пять или шесть лет, что предшествовали его смерти. Но этот автопортрет на него ничуть не похож. По причине постоянной враждебности и клеветы, которую он испытывал со стороны трусливой и продажной прессы, Селин совсем не уважал французских журналистов. Он развлекался тем, что заставлял их блуждать по лабиринту своих крайних и противоречивых мнений, позволяя им разглядеть лишь искаженное и ничтожное отражение самого себя. Зная, что во Франции своего времени он единственный великий писатель, Селин с наслаждением взирал, как газеты третируют его либо с комичной снисходительностью, либо с высокомерным презрением. Да, Селину нравилось это шокирующее, хотя и не столь горькое противостояние, в котором он уже различал свой посмертный реванш и почти постоянно старался это противостояние подогревать. Я думаю, Селин был бы наверху блаженства, если бы смог из глубины своей могилы стать свидетелем той восторженной шумихи, которую французская пресса подняла вокруг имени Хемингуэя, умершего в один день с Селином, той великой возне редакции вокруг достойного уважения, но не гениального американского писателя. Может быть, Хемингуэй более велик как охотник, чем как писатель. Если бы Селин мог в то же время и в той же французской прессе прочесть угрюмые сообщения о своей смерти. Настоящий Селин был тот Селин, кого я знал до войны. Разумеется, я говорю о человеке, а не о писателе, который всегда был верен себе. Бывший керасир Детуш дышал тогда здоровьем и радостью жизни. Мало сказать, что он и физически нравственно был стихийной силой, ибо это была организованная сила, сила человека, владеющего собой и живущего в строгой дисциплине, которую он сам навязал себе. Именно это, без сомнения, позволило ему достичь значительных результатов в работе, которую вынуждала его двойная жизнь врача и писателя. Природа создала из него борца, наделив волей и самообладанием. Его творчество – это творчество борца. Много говорили и писали о том, что Селин – пессимист, что у него крайне мрачный взгляд на жизнь, граничащий с ненавистью. Трудно более заблуждаться. В действительности, Селин ненавидел ни жизнь, ни жизнь выводила ее из себя, а наоборот, все то, что стремилось ее унизить, обезобразить, опошлить. Ремесло врача, общение с больными и бесконечная череда убогих в пригородном диспансере обострили и укрепили в нем чувство греха. Но греха не против Бога, а против человека. Я видел, как самые яростные приступы его гнева обрушились против всего, что, как он считал, унижает человека, заставляет его изменять самому себе. Именно так обстоит дело в его романах. Селин разоблачает заговор нашей меркантильной цивилизации против жизни с раздражением, с иступлением, чтобы заставить современников слушать себя. Он неустанно показывает нам и принуждает нас касаться яс в человечество, войну, проявление эгоизма, несправедливости, крайности, нехватки, социально-светское лицемерие, тщеславие денег, а за этими различными личинами определенными, придавившие жизнь материализм нашей эпохи. Мы никогда не перестанем повторять перед лицом всемирного бреда о насыщении пищей и машинами. Селин вступает как поборник духовной жизни, искусств, поэзии, красоты, бескорыстия. Честно говоря, материализм существовал во все времена, и Селин прекрасно знает, что не будет ему конца, ибо он порождается нашей земной природы. Это первородный грех, который не скупить крестильной водой, но он ждет от своих ближних, что они уделят духу хоть немного той преданности, с которой они относятся к своим кишкам и прочим потрохам. Но иногда это правда, он теряет надежду на это. Вторжение Селина в литературу было событием мирового значения и не будет преувеличением сказать, что в конце концов его творчество проникло во все страны и в самых разных сферах общества вызвало заметные изменения в строе человеческих чувств. Может быть, во Франции Селин даже стер для читателя границы между миром внешним и миром внутренним, которые у нас поддерживались традициями классицизма. В кипении селиновского языка выражение так хорошо соответствует замыслу и чувствам автора, что мы словно оказываемся заброшенными во Вселенную какой-то мощной, неодолимой силой. Что же касается стиля Селина, то литературный мир с отвращением или восхищением относился к его арготическому языку, который он выработал языку такому точному и такому красочному. Они усматривали в этом обращение к арго тайну мощи и напряженности селиновской изобразительности. Другие предсказывали, что его сочинения вряд ли переживут их создатели и станут нечитабельными, как только его арготический словарь устареет, что неминуемо скоро произойдет, так как арго подвижная почти эфемерная речь. Но в книгах Селина доля арготических слов не достигает 1%, и вышедшая из монастыря девица сможет читать их столь же легко, как и свой молитвенник. В путешествии на край ночи, например, есть очень много страниц и даже целых глав, чей синтаксия со словарь безупречно правильна. Поэтому это тоже легенда, будто прозу Селина захлёстывает в отоке арго. Но легенда эта заставила отвернуться от него очень многих читателей. Это просто скандал, что мы способны превращать в пугало столь прекрасный язык, живой трепет, а богатство которого не имеет прецедента в нашей литературе. Но возразят нам, был же Рабле. Это имя в самом деле сразу приходит на ум, когда думаешь о Селине. У Рабле мы находим словесное изобилие, радость, письма, но мы никогда не сталкиваемся у него с тем волнением, которое так часто щемит нам сердце при чтении романа «Путешествие на край ночи». Анри Мандор, член французской академии «Рок, поэзия, магия». Селин – псевдоним, который появился лишь в 1932 году. Луи Фердинанд де Туш, который прославил этот псевдоним, родился Корбевоа, департамент Сена, в 1894 году. Почти нищенское детство и отрочество вскормили в Селине горечь и злобу. Жизнь маленьких людей в прекрасную эпоху больше походила на кошмар, чем на мечту. Каким жалким был пассаж Шуазель в 1896-1912 году. Его отец – лицензиат словесности, как пишет Селин, опустившийся до службы письмоводителем в компании страхования от пожаров «Феникс», зарабатывал 300 франков в месяц. Мать-кружевница не могла содержать дом под колпаком из газа 360 рожков ауэра. Мы жили в режиме полного недоедания. В 1914 году 20-летний А.Ф. Детуш очень скоро получил боевую награду за одно и такие серьезные ранения, в частности, пролом черепа, что его уволили из армии, признав на 75% непригодным к воинской службе. Благодаря тому, что у него оставалось кое-какое свободное время, Детуш под Федонимом Селин, выбор его, как мы далее увидим, объясняется весьма странно, опубликовал романы «Путешествие на край ночи» и «Смерть в кредит», которые мгновенно вызвали большой шум, приведя восторг знатоков литературы, повергли в отчаяние одних и в смятение других, сразу же подняв на ноги своры его непримиримых врагов. Событие, что ни говори, было исключительно расцененное позднее, как самая громкая литературная сенсация периода между двумя мировыми войнами. Книга Луи Фердинанда Селина, появившая вслед за этими произведениями, почти все были грубыми памфлетами, мы их не переиздаем. Но два романа, этот дерзкий автобиографический итог, всматривание в жизнь является собой истинное творчество, которое тут же стали прославлять или отвергать, но творчество могучее и живописное. Свора быстро настигла зверя и все поехало. Автор по-прежнему охотно пророчествующий недавно прибавил. Предлогом для травни стал антисемитизм, а преследования начались не из-за него, а из-за «путешествия», в кавычках, и не видать непокоя, пока китайцы не нагрянут в Брест до года эдак 1965. Была ли столь внезапная жажда писать литературным призванием? На этот вопрос Селин, объясняя все, отвечал весьма категоричным отрицанием. У меня не было и никогда не возникала мысль о литературном призвании, но я еще ребенком страстно жаждал стать врачом. Быть писателем мне казалось глупостью и пошлостью. Я писатель вопреки самому себе, если можно так сказать. Писатель благодаря медицине. Он никогда не учился в лицее. Моя последняя школа – коммунальная школа в Арджантайе, где мне выдали свидетельство о начальном образовании. Почему же он не посещал лицей? Должно быть под тем же причином, что Рэмбой и Кладель из-за неприятия школьного товарищества отказывал повиноваться дисциплине бунтарства или денежных затруднений. Черт возьми, разве я мог претендовать на лицей? Ведь мои родители так спешили, чтобы я сам стал зарабатывать на жизнь. Мой отец ненавидел серьезную учебу, которая заставила его подыхать от голода и горя. Сын озлобившегося на жизнь отца самостоятельно, по учебникам одновременно зарабатывая себе на пропитание, готовился к экзаменам на бакалавра. Каким образом? Сопровождая свою мать, когда она разносила кружева по дальним пригородам и делая покупки для 20 хозяев. Последние неизменно выгоняли его, поскольку им казалось, что в промежутках между покупками он тратит время на чтение книг. В течение последних месяцев подготовки сдачи экзаменов на получение звания бакалавра в 1917 году в Бордо, этот еще молодой человек с писаной, в запас уже смело читал, получая деньги от тогдашней миссии Рокфеллера, лекции в начальных и средних школах о падении тел, биометаллизме, итальянском ренессансе и исследованиях по туберкулезу. Он стал бакалавром в 23 года. Не было ли это сигнала остепениться? Сначала могло показаться, что Луэй Фердинандо Туш очень к этому стремился, усердно занимаясь медициной, а также сделав неожиданный конформистский ход, которого удавалось избежать не таким бунтарем, как он, я хочу сказать, он женился по расчету. Он действительно женился на девице Ф, дочери директора медицинской школы в провинции. Стремясь поскорее добиться успеха, он в 1924 году защищает Париже диссертацию, изучив для этого в своем первом сочинении «Жизненный путь» и жалкую судьбу венгерского гинеколога Зимель Вайса, о чьих редких заслугах и несправедливом забвении рассказывал ему профессор в городе Рен. В то время, как Зимель Вайс в своей стране понял и раскрыл главную причину, носящую множество жизней родовой горячки, другой гениальный человек, его соотечественник Верхов, присоединился к самым злобным из упрямцев, чтобы изгнать и опорочить предшественника, довести в конце концов до безумия заключения психиатрическую лечебницу этого поистине гениального человека. Одним из первых признаков усиленности глубокого, но потаенного сострадания, которое станет его главным вдохновением, явилась эта юношеская похвала проклятому ученому. Скромный соискатель названия доктора медицины позволил себе дерзко осудить невеж 19 века и с уважением тщательно воссоздал посмертную жизнь непризнанного гения. Не проглядывает ли уже призвание моралиста и памфлетиста в этой диссертации, первом выпаде писателя еще Селином не ставшего? Когда он слушал в Париже лекции по акушерству и гинекологии профессора Брендо, которого он характеризовал как строгого нелюбезного человека, но страстного меломана, а я знал, как человека скромного, красноречивого, весьма общительного, Брендо однажды сказал Селину, у вас есть все для того, чтобы писать романы, что выражали эти слова прекрасного клинициста диагноз или прогноз. Эти слова не оказались решающими, но не заставили Детуша броситься в литературу, которую он по-прежнему не проявлял никакого влечения. Замечание парижского гинеколога отнюдь не направило и не подхлеснуло ученика, которому она показала всего лишь странной, случайной колкой-шуткой, может быть причудой. Не открыл ли Брендо в нем гений и вымысла? Свежеспеченный доктор едва успел обзавестить очень небогатой клиентурой в клиши. Это не терпело отлагательства, ибо он уже рассорился с женой и ее семьей, едва сводил концы с концами. Он ревно сосовершенствовал свое искусство врача в разных местах, в муниципальном диспансере парижского пригорода, затем на пароходе, далее в дебрях Африки, наконец в Соединенных Штатах, будучи добродетельным миссионером Лиги Нации. А чуть позднее состоя на жалование компании Форда, то есть суперкапиталиста. Человек, который начал работать врачом благодаря женитьбы на дочери патрона, не пошел, в отличие от других, более осмотрительных, по пути зарабатывания денег или благоразумного делания карьеры. Совсем иное чувство сделал доктор Детуша врачом бедняков. Доктор Детуш всегда был бескорыстен и обладал столь щепетильной совестливостью, что драма романа «Смерть в кредит», наверное, представляет собой изображенную с полным знанием дело драмы страха лечащего врача, который вечно не уверен, что он знает достаточно и сделал все возможное для излечения больного. Почти в самом начале 1930 года в уменах нуждающегося врача из пригорода, материальные затруднения и профессиональный страх по-прежнему не отпускали его, возникает замысел совсем новой деятельности. По поводу этой деятельности я получил от него среди всех признаний, которые имеют честь в моем тексте, быть выделены кавычками, и следующее весьма важное. В то время была мода на популистов, в том числе и на Даби, которого я немного знал, и я тоже решил попробовать. В 1932 году я взял, чтобы меня никто не засек, одно из имен моей матери — Селина. «Путешествие», в кавычках, клянусь, в этом было написано со страхом и стыдом без всякого литературного призвания. Денуэль взял его, я рассчитывал, что по выходе книги никто не узнает меня под женским псевдонимом, что я смогу расплатиться за квартиру и все тут, и кто знает, купить себе комнатенку. Во время обсуждения кандидатур на Гонкоровскую премию «Тремя защитниками путешествия на край ночи» выступили Жан Ажальбер, Люсиен Декаф и, главное, Леон Даде. Мы уже были обязаны последними его такими современными, такими действенными выступлениями в поддержку Марселя Пруста и Берноноса, что борьба Даде за Селина, как нам казалось, возвещает сразу литературное открытие и великодушное влияние. Селин не только не был расположен расточать улыбки, отвешивать поклоны, говорить пошлости, подобно другим домогающимся премии кандидатам. Он презирал, собственно, литературный успех, усилились приступы отчаяния, которые охватывали Селина. Все чаще его неистовые заклинания заниматься медициной стало невозможно, писаниной тоже. Однако в своем первом, но мастерском произведении Селин раскрылся, как очень сильный рассказчик истинный визионер своих удивительных лирических словоизвержений, как стилист. Тот и апокалиптический, и шутовской взгляд, который, кажется, он бросает на жизнь и людей, нисколько не мешает ему рисовать их с такой силой и четкостью, словно бы он являлся объективным, невозмутимым созерцателем. Что же касается его преувеличения, сатирика, размахивающего не просто хлыстом, а неким кнутом со свинцом на конце и клещащим до крови, то разве можно обвинять его в крайнестях злиться на их безопречную меткость или справедливость, в то время как мы уже давно больше не упрекаем Марценала, Ювенала, Аретина и Виктору Гюго за их непристойное преувеличение. Мы не поняли, что его герой Бардамю мог бы сказать о своем врачебном кабинете, то же, что Барбе де Ревильи писал о своей вере. Это весьма удобный балкон, чтобы плевать с него на своих «современников». Что же до определенной традиции, дарующей божественной резкости гения права на грубости и непристойности, то Селин явно даже и не вспоминал о ней. Селину часто случалось в жутких монологах представлять себе, что уже много лет его тысячами всевозможных способов обливают грязью, оскорбляют, преследуют, травят, давят. Естественно, мы можем сильно удивляться тому, что он с презрением взглядывается в жизнь, без стыда затевает ссору, очень гордится своими предсказаниями, освещает бумажными фонариками болота, пытается еще больше унизить поверженных, а иногда мелочно придираться к достойнейшим. Но он с не меньшей силы упрекал как слабость и немощность, так и слепоту и страх, хотя от его веселых приговоров, хриплых, насмешек, язвительных, умозаключений, цепенеет душа. Он изредка утрировал негодование, подробно распространяясь о поражениях, выкрикивая то проклятие, то грозя карами и казнями. Тяжелый безжалостный Селин, похоже, слишком часто упивается злом и зовет к самому худшему, перегибает палку в проклятиях и профанациях, подчеркивая мерзости и подлости. Но дешевые мишура и пестрые тряпки не смогут найти более мощного разоблачителя, так же, как и толпы людские, которые не способны предвидеть события и трусят перед лицом их чрезмерности. Да и к чему требовать от дамье благочестивых картинок, а от шамфора в слащавых афоризмах? С почти патологической одержимостью он думал о своем несчастном пробитом черепе, который, как полагал Селин, был виноват в определенных пробелах в знаниях, провалах памяти, бреднях, и в этом он не сомневался, давал ему возможность долго опить о своей озлобленности. Все, чего другие, более романтичные, вроде Уальда, Пруста, Рэмбо, Верлен, искали в педерастии и умоченном алкоголизме, мне поднесла на блюдечки защита Родины, принесла в избытки. И в 20 лет, без светских манер, без резницы, без синагоги, просто так, под сухую. Но почему этот 20-летний юноша, о ком так мало заботились его близкие, парень с пробитым черепом и парализованный, висящий как плеть рукой, будет, проявляя некий добросовестный, бескорыстный мазохизм, изображать самого себя, кавалером боевых наград, отставником, героем военного парада, вместо того, чтобы кричать о своей ярости, обличать, не идя на уступки собственной совести, преступную абсурдность мировой бойни, потому что по природе он был мало склонен к самоупрощению, к самоуничижению, особенно к любви, а больше был подвержен сварливому эгоцентризму, едкой критике других всех и вся. Разразилась вторая война, которая сначала, казалось, подтверждала его самые зловещие суждения и предчувствия. Селин не мог поверить, что проявление безумия кровавой жестокости ведет и неизбежно приведет. На край ночи. Все считали, что он и пьянен этим, обезумел от мести, от черных пророчеств, но он был наказан за свои проклятия, за свои ошибки, почти смертельными испытаниями, как будто именно он должен был претерпеть больше, чем любой другой, чтобы искупить свой пессимизм, свои садистские советы, а также потрясающий талант своих произведений. Это было самое тяжелое время его одиночества, его возмездия. Я, еще не зная его лично, почувствовал в себе какое-то умиленное сострадание к нему, которое продиктовало врачебное братство. Разве можно было согласиться с тем, чтобы он умер, словно отравленная крыса на дне общей могилы, из-за некоторой крайности в выражениях, что он себе позволил. Врач обязан был помочь врачу. Я протянул руку осужденному. Мужество сердца тоже требует со своей генералы. Написало мне. Четырнадцать запуганный, но решивший выжить, прибавил. Я держусь. Я буду держаться лишь ради того, чтобы когда-нибудь предстать в приличном виде, не повешенным, не посаженным на кол, не обезглавленным, живым, а не призраком. В его датскую тюрьму, наверное, множество раз доносились крики преследователей, требующие наказать Селена. Ах ты, жалкий, грязный, лживый варвар, плывущий против течения. Ладно, разрази нас гром, но мы тебя достанем, достанем. Но у него бывают проблески смирения и раскаяния. Я должен казаться вам слишком чувствительным, мелочным. Дело в том, что после многих лет больших и малых нравственных и биологических несчастий чувствуешь, как превращаешься в старое. Деву-любителя безделушек, придирчивого перебирателя горести и радости. Во время малейшего приступа злобы Селена объясняет ненависть, которой, по его мнению, он окружен. Немстительным гневом или рвением патриотов, а совсем иными мотивами литературными. Он полагает, что на родине Верцингета Рикса и Жанны Дарк, где решающими доводами является костер, удавка, тюремная роба, больше всего терпеть не могут его стиль. Непростительный Дар умеет заставить вертеться столы, под этим Селен подразумевает то, кто он держнул успешно отказаться от иезуитски прилизанного стиля, который держит французское перо, и попытался разбить эту парикмахерскую, эти слащавости, эту липкую болтовню, кто господствует в книгах и газетах, вот в чем, как он думает, заключается его непростительное посягательство. Будучи в глубине души, человеком очень серьезным, Селен в своих двух первых книгах предстал в высшей степени комическим авторам. Никто не может сопротивляться сочному юмору путешествия на край ночи. На протяжении целых глав читатель сотрясает смех, который просто нельзя сдержать. Читатель уже не обращает внимания на бесцитство, на словесный переизбыток на ожесточенные крайности. Если Селена завораживала вспоминания, вызывающие поведение анархистов 1895 года, то он доказал, что согласно знаменитому выражению, лучшей бомбы является только книга. Леон Блуа, Жюль Валлес, Гюэсманс, как может показаться, тоже, правда, в различных степенях твердо придерживались столь же вызывающих раздражение позиций. Селин превзошел их резкостью, лиризмом, гениальностью в юморе, даже эротизмом, компонентом менее феймерным, чем великое множество доктрин. Если они изображали не столько любовь и сладострасти, сколько одержимость и грех, то Селин разделяет мораль аскетов благодаря смелости в разоблачении пороков число выведенных им мерзких рож и упырей. Он связан с галантными авторами XVIII века, будь то Дидро или собрат Селина доктора Лометрии, меньше, нежели с самыми вольными писателями XVI века. Именно в ту эпоху интеллектуальной освободы, энциклопедическая любознательность, буйство языка, дьявольская сила смеха привели к нему, к тому, что, вероятно, Родина относилась бы к нему с меньшим раздражением, чем относится сегодня или относила вчера. Историки литературы, хотя и без неизбежных, неравноценных, иногда осторожных оговорок, уже определили его место в литературе. Мощная личность, вламывающаяся из рамок гений издевательского забакальства, бизантроп из жалости, из обманутой любви, у которого бывает проблеск и утонченной нежности. Андрик Луар. Значительная веха в литературе, Селин великолепен в своих страстях, своей гробости, своей изобретательности. Путешествие, в кавычках, благодаря своему черному сиянию и дикому крику, возвышается над современным отчаянием. Гаэтан Пекон. Нистовый пророк, великий провозвестник черной литературы, Пьер де Буа, Деф, Дефр. И так далее. И они назвали несколько писателей, на которых Селин, похож, оказал сильное влияние, Сартр, Кено, Марсель, Эме, Жак Пере, А среди самых утонченных авторов упоминают те, кто открыто признает его своим учителем, Роже Немье, Антуан Блонден. Но отчаяния не оставляет Селина, диктует ему следующие слова. В общем, я считаю себя неудавшимся клиницистом, неудавшимся поэтом, неудавшимся музыкантом. Это не так уж плохо. Когда я спросил, кто восхищает его в литературе, Селин весьма неохотно ответил. Мы можем оценивать лишь из дальнего далека. Меня интересует только стиль, на всякие истории мне плевать. Я уверен только в Луфонтене. Маларме, Вольтери, автори мелких стихотворений. Романисты стали скучными, ведь вы не станете узнавать о жизни сельского священника из Бальзака, об Адюльтерии из Флабера. Информация и шарлатанство лишают нас всякого любопытства. Стилисты остаются это Маларме, Рэмбо, Бадлер, но они слишком близки к нам. Китайцы разберутся во всем. Когда я также спросил о Рабле и о том, не послужил ли он образцом для него, Селин нисколько не затруднился с ответом. Рабле спорил со священниками, от него попахило ересью. По-моему, можно читать лишь страницы, написанные Рабле разговорным языком. Например, Бурю. Кроме этого, он передается рассуждение точно так же, как Кюре, министр или лауреат Гонкуровской премии. На вопрос, почему у него так рано появилось, так упорно держится сострадание к людям, Селин отвечать отказывается. Бог ты мой, я не знаю. Мы здесь впадаем в психологию. От этого вопроса несет Сорбонный клиник и Сальпетриер. Я тут теряюсь, ведь у них там специалисты. Творчество и личность мастера разговорного языка Селина, который столь же скромничал в оценке своих достоинств, столь бравировал отдельными своими недостатками, могут быть названы яблоком раздвора, поскольку одно нельзя отделить от другого. И автор сильно постарается затруднить усилия тех, кто желал бы признавать творчество, отвергая его создателей наоборот. Бардамёй, вероятно, его бессмертный герой, которого можно отрождествить, Селином тоже был врачом. Поэтому от древнего изречения врачу и стилися сам. Рассерженные им критики легко сделали шаг в обвинениях. Мол, оба практикующих врача явно прикладывают больше сил к тому, чтобы усиливать недуги и страдания несчастного человечества, нежели предотвращать и излечивать их. Но нет сомнения, что за язвительностью и нахальством Селина прячется, конечно, более истинная жалость, чем жалость многих других раскачеков о войне, которых легко уличить во лжи, несмотря на их дрожь в голосе и слащавость. В противоположности им Селин, подобно отшельникам и пророкам, призывавшим обрушить огонь небесный на мир, который они очень желали бы спасти, кажется, повинуются лишь безысходному отчаянию. Наряду с лиризмом, изысканным и даже благородным, существует также лиризм грубый, даже низкий, который превозносит человеческие слабости, уродство, утрирует все в большой мере, чем природа, особенно природа болезненная, вредоносная. Творчество Селина через край захлестывает лиризм второго рода. На этот счет не заблуждался никто почти 30 лет тому назад, когда его первая книга прозвучала, словно удар грома в литературной атмосфере довольно спокойно, несмотря даже на ее натуралистические и популистские проявления. Эта книга поразила или смутила большие умы, совершенно противоположные Селину. Если Анри Доринье осудил роман, то мэтр чистой поэзии Поль Валерий не скрывал, что путешествие на край ночи, отодвигая границы навязанной искусству письма, возвещает своего рода литературную революцию. Бесчисленные комментаторы осуждали о необычном произведении и о его неведомом авторе. Мы читали похвалы роману о его изничтожении. Одни критики не сомневались в гениальности автора, другие доходили до того, что обвиняли его в сумасшествии. Большинство из них соглашались в том, что книга переполнена крайними непристойностями, открывали ее в действительную ценность. Они подчеркивали в языке долю просторечия, в манере письма слишком большой упор на устную речь о вселеновской прозе широкого и богатого развития. Прозе одновременно разговорно исполнены словесных жестов, крепко приправленные непристойностями, в которых кишмяк и шишит произвольное словотворчество, отмечали либо чистое творчество, либо невольный или намеренный парафраз. Но разве величайшая карикатуриста, обличая действительность, не искажает ее, и разве необыкновенная страта зрения автора наряду с богатством его наблюдений и умозрительным юмором не роднит Селина с острым искусством карикатуры. Селин лучше, чем кто-либо другой, заклемил глупость войны, а свои острые когти вонзил современный мир. За исключением нескольких ошибок и жестокости, которые он позволил себе совершить, Селин обнаружил талант прозаика такой грубой силы, проявил дар художника сразу и столь наблюдательного и колоритного, сперва столь вдохновенного, но зачастую такого правдивого, что его персонажи позднее составят некое подобие мифологической вселенной. Чем больше человечество будет излениваться от своих преступлений и низостей, тем больше будут признавать заслугу Селина бичевателя людских пороков. Потеряет значение его экстравагантности то, что он иногда выдумывал себя так же, как разыгрывал скандалиста. Селин сам в определенной мере создания литературы у него бывает так, что искусственные заранее продуманные кокетливые условности примешиваются к некому арго, к чрезмерному неологизму, клещущему через край бессознательному, но его вдохновение величественно, вдохновение величественно, и если человек более других одинокий подозреваемый в безумии испытывал слабость и сбивался с пути, то художник никогда не терял контроль над собой. литературный успех Селина не помешает принимать серьез этот его подвиг, не только потому, что Селин щедро рассказал о некотором кризисе нравов и упадке духовной дисциплины в современном обществе, но и потому, что он, даже если признать его случайным эпизодом, представляет собой исторический факт, который беспристрастность обязана констатировать, прежде чем судить о нем. В заключении я позволю себе воспроизвести несколько строк написанных мною в свое время. После многих лет раздумий, когда зарубцевались острые раны, Селин создал два необыкновенных шедевра «Путешествие на край ночи» и «Смерть в кредит». Его непогрешимая память, его гениальная наблюдательность, его мощная, как водопад, словесные запасы, его мужество в поисках истины, его заразительное комическое держится, рассказе о глупости и жестокости людей, об окружающих нас, абсурдности, непристойности, лицемерии, вызвало восхищение, создав литературную школу. Селин не стал только однодневкой или грозой в истории литературы, чьи владения и средства он расширил. Это произошло потому, что за его пророческими угрозами и чудовищными выводами угадывается бесконечная жалость, подобно левкоем на могильном холмике, вызывает восторг, лиризм, красок и интонаций. Когда пришла вторая война, могло показаться, что пролом в черепе, полученный на первые, резко разойдется или боль снова обострится, но великий и вечный дураг оплатил крайность и бред своего неистового гнева. После страшного испытания и сгнанием, что оставилось от последних его сил, талант недавних книг, которых мощь и виртуозность стиля уже не раскрывается с прежней легкостью или намеренно смягчены. Под знаком высшей изначальной триады рок-поэзия-магия Селин, забившись в свой угол у двери, которого его подстерегает ненависть, теперь предстает перед нами, как прежде всего, проклятый писатель. Но разве в одной газете, которую нельзя заподозрить в том, что она любит или прощает Селина, недавно не было написано. Говорить о современном романе, не называя Селина, все равно, что рассказывать о романтизме, не упоминая Виктора Гюго. Декабрь 1959 года. Предисловие самого Селина к изданию 1932 года. Путешествовать очень полезно, это заставляет воображение трудиться. Все прочее лишь разочарование и усталость. Вот и наше с вами путешествие, полностью воображаемое, и в этом его сила. Это путь от жизни к смерти. Люди, животные, города и вещи, все здесь плод воображения. Это роман, а роман есть ничто иное, как вымышленная история. Так и его определяет Литре, который никогда не ошибается. И потом, важнее всего то, что путешествие это может проделать каждый, стоит лишь закрыть глаза. Оно по ту сторону жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова субтитров А.Егорова субтитров А.Егорова ищет. субтитров А.Егорова субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова